— Все, кто там хоть немножко был, все фамилии выбиты в алфавитном порядке. Там и жена Бухарина, и мать Майи Плесецкой, и там кого только нет. — Огромное число национальностей разных, да? — Обстояло совершенно. Я помню, одних Алексеевых насчитал человек 15 разных Алексеев, ну, естественно, женщин. Там же мать Булата тоже сидела в свой срок, небольшой тоже. Вот, и там... — Ашкен Степановна. — А? — Ашкен Степановна, она армянская. — Да-да-да-да, да, 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 совершенно верно. Таков печальный фрагмент из огромного чудовищного списка жертв Алжира, Акмолинского лагеря жены-зменников родины, существовавшего в Казахстане в годы репрессий. Среди изменниц оказалась и Нина Всехсвятская, чей муж, советский кореец Ким Чарсан, был арестован как японский шпион и сразу расстрелян. Отбывать ссылку Нине Валентиновне с детьми и своей матерью довелось за 101-м километром от Москвы, в Малоярославце, небольшом калужском городке, еще с царских времен традиционном месте для поселения граждан, переживших тюремный срок и политически неблагонадежных. Материал об известных людях, заброшенных волею судьбы в разные года в Малоярославец, несколько десятилетий собирает общественница Галина Гришина. В здешнем Доме культуры работает организованный ею небольшой музей. Какие там встречаются имена? Потомки князей Шаховских, поэта Бальмонта, режиссера Мьерхольда. Именно в этом городе Вячеслав Лобода 30 лет хранил рукопись запрещенного романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», впоследствии признанного одним из самых выдающихся произведений XX века. Здесь пребывали ссылки гражданская жена адмирала Колчака Анна Темирева и автор иронических галиков Игорь Губерман. По невероятному совпадению на улице Володарского, теперь Ивановской, в конце 40-х годов в соседних домах жили дед будущего кинорежиссера Андрея Тарковского и семья будущего барда Юлия Кима. Но даже и за 101-м километром жизнь была небезопасной. Нину Всехсвятскую едва повторно не настигла карающая длань репрессивных органов. Большое количество народу опять привлекли и опять приписали и стали давать новые сроки. Но мимо нас эта секира пролетела. Пролетела, потому что очень многие так и поехали не в те же лагеря. Моя будущая тёща, например, отбыв свои 5 лет, уже будучи на воле, была в 49-м опять арестована и поехала на вечное поселение по той же статье, где-то в среднее течение Енисея. На вечное поселение. Ну, это вечное поселение, понятно, потом прекратилось со смертью великого. Так что, ну вот такая была у них сада. Их так и называли повторники. А что касается мамы, то она была повторницей лишь наполовину. Ей запретили преподавать. Преподавать запретили и предложили в 24 часа очистить помещение школы. Я, как сейчас помню, как приехала к нам в комнату наша несчастная директриса. Они с мамой были очень дружны. И до этого, и после этого отношения человеческие не менялись никак. И она вот объявляла волю горкома партии, сидела по своей комнате громким голосом. Вот горком принял такое решение. И объявляла и громким голосом, и плакала при этом. Вот я запомнил на всю жизнь, да, как она сидит вот так вот. Вот на совещании горком. А сама плачет. И, ну, что же делать? Собрали мы свои пожитки. Но, как говорится, мало ярославцу не привыкать. И иметь дело с ссыльными и прочими репрессированными людьми. И половина педагогических составов в школе все состояли из этих, из 58-й статьи. И каждый куда-то рассовался. И маму тоже нашу подобрали работу. Но это, конечно, та еще была работа. Она стала учетчицей швейного цеха. Жили, как и все, впроголодь. И, как все, спасались небольшим огородиком. Несмотря на такую нищету и, ну, послевоенная жизнь, карточки, потом эта самая пошла деревная реформа, стало чуть полегче. Но все равно жилось трудно. У всех у нас были здесь картофельные участки. У учителей, у всех вообще, по-моему, у всех жителей были свои картофельные. На лугу возле реки Лужа. Кстати, я все думал... То есть я справлялся, откуда такое пренебрежительное название у нашей прекрасной речки. Оказалось, это кратко прилагать на слово «луг». И переводится как «луговая». Не лужа какая-то миргородская, гоголевская, а настоящая луговая река, какой она и является. Вот вокруг лужи было... Все поля были как лоскутями, покрытые этими участками частными наших малорославских граждан. У нас было два таких лоскутка. И картофельных. Очень хорошо помню, как мы втроем ее сажали, потом окучили, потом выкапали, таскали в гору. Это была такая сладкая каторга, от которой осталось желание в августе месяце покопать картошку. И иногда мне это везет с этим. Я оказываюсь на некотором участке, и там... Не здесь, не в малорославстве, а совсем в другом месте. Но тем не менее. Вот такое желание покопать, и вы смотрите, что там на этом кусту выросло. Очень приятная работа. Юлий Ким с детства знал, что немало людей вокруг него, тоже живут малоярославцы не по своей воле. В студенческие годы он узнает и другие подробности сталинского режима. И все же детство он вспоминает как очень светлую пору. И танцы там были, и расхристанное пианино там было. И я на этом пианино научился барабанить тремя пальцами под испанец, хороший гитаниц, и вальс дунайские волны. И сейчас могу сыграть теми же тремя пальцами. Правда, с тех пор мой репертуар несколько позже, несколько обогатился. Но это не имеет значения. Вот оттуда все это шло. И жилось очень хорошо. То есть вот душевно очень хорошо. Как-то я не помню никаких сучков из Адорина. То, что юный Ким был весьма творческой личностью, подтверждает его одноклассник и поныне живущий в Малоярославце. Он вообще очень талантливый. Я не встречал таких. Во всем талантливый. Сочинение уже в третьем классе он писал в стихах. В стихах пятиклассник Ким написал также веселую новогоднюю пьесу. Ее бережно сохранили в Малоярославецком музее. Правда, сам автор ее начисто забыл. Мы тут на коротке пробежали вашу пьесу новогоднюю, очень живую, остроумную, в которой, как у вас принято, почти нет глагольных рифм даже у мальчишки. Я так сказать, припоминаю, что здесь, это, наверное, тех времен пьеса, которая, возможно, сочиняла. Да, я ее сочинял, или мама. Вы? Да. Да, моя рука похожа, да. Очень хорошая, живая, там, кот, бабка, ешка, но вот есть такая фразочка. Да, я совершенно забыл. Вот, оказывается, когда я сочинял пьесу. О, как давно это началось, а я-то себя, как драматурга, датирую немножко позже. На этот раз поэт приехал в город детства, чтобы дать благотворительный концерт в городском Доме культуры. Сбор предназначен фонду 101-й километр, который учредили наследники рота Шаховских в память обо всех жертвах политических репрессий. Как всегда, Юлий Ким исполнял песни известные, давно ставшие народными. А также новые, где порой, в соответствии с возрастом, прикидывался немощным стариком, которого не слушаются внуки. Но чаще Ким в своих новых песнях опять возвращался к судьбе отчизны, и там возникала давняя, неутоленная тоска о том, что на просторах Родины чудесной все могло бы быть куда лучше. Они являлись нам повсюду На наших жизненных путях А мы размахивали флагами А мы блудили или бредили А это были ангелы Ангелы А мы и не заметили Впрочем, насколько Юлий Ким был ироничен, настолько и оптимистичен Не ищите порядку и связи Проповедуйте горе уму А когда черный кот вам тропу перейдет, перейдите ее же ему Естественно, выступление Кима стало для зрителей настоящим праздником Мне было очень приятно, конечно, вжебьем увидеть классика метро Нашего, так сказать, кинематографического цеха, можно сказать, потому что его творчество в основном Ориентировано на работу в кинематографе Вот, замечательное совершенно впечатление Прекрасное это то, мы что-то представляем о людях И когда наше представление полностью совпадает, когда мы знакомимся воочию Вот, было... Вы его живем вот так впервые увидели Впервые увидел Вот, и это буду рассказывать внукам своим И с этим трудно не согласиться Для своих земляков В тот уже по-осеннему неуютный октябрьский вечер Дал концерт метр и классик современной русской поэзии и бардовской песни Холода никто не замечал Дом культуры города Мало-Ярославец Согрели сердца благодарных зрителей И жар громких аплодисментов Продолжение следует...